Вы уже определитесь, моя компания финансировалась за счет пакистанских подлодок, Каддафи или мадам Бетанкур. Эта ремарка Николя Саркази апреля 2012 года обретает смысл сегодня, когда бывший президент Франции оказался вовлечен в ряд судебных дел. Так он остается подследственным по делу Бетанкур. Апелляционному суду Бордо предстояло решить, оставить ли в силе 12 пунктов обвинения, предъявленных в рамках этого громкого дела. В том числе судьи подтвердили результаты медицинской экспертизы наследницы компании «Ле Реаль». А значит, Лилиан Бетанкур пребывала в старческом слабоумии, когда развивались события. То есть обвиняемые могли воспользоваться ее болезненным состоянием. Именно на этом предположении строится обвинение. События восходят к 2007 году. Люди, входившие в ближний круг самой богатой женщины Франции, пользуясь ее болезненным состоянием, выманивали у нее деньги. Это семейное дело стало государственным, когда были обнаружены записи, свидетельствующие, что ряд политиков также не прошел мимо денег Бетанкур, из которых в частности финансировалась предвыборная кампания Саркози. В деле оказались замешаны, кроме близких мадам Бетанкура, бывший министр по делам бюджета Эрик Верт и сам глава государства. Менее чем через год после поражения на выборах в мае 2012 года Саркози стал подследственным в этом деле, которое грозит бывшему президенту, если его вина будет доказана трехлетним тюремным заключением. Адвокат Саркози, так же как и адвокаты 12 и других подозреваемых, попытались поставить под сомнение результаты медицинской экспертизы Лилиан Бетанкур, обвинив проводивших ее врачей в предвзятости, но номер не прошел. И на этом неприятности бывшего президента не заканчиваются. Так же начаты судебные процедуры в связи с возможным финансированием его предвыборной кампании Муаммаром Каддафи и причастностью к делу о коррупции при продаже подводных лодок Пакистану. В июле сторонники Николя Саркози громко приветствовали его появление в штаб-квартире партии Союза Народное Движение. Тогда его возвращение в политику многим казалось весьма вероятным. Сегодня, учитывая судебные дела, оно выглядит сомнительным.